ну чё закрывая здесь все ребят закрываю всю эту хрень и сейчас подождите ребятки первые starcraft у нас на горизонте я вам скажу все очень давайте-ка сейчас я проверю как его видно вроде все видно нормально да ну что ж отлично ребят сейчас подождите анонс дам немножечко а а а Информацию по турниру потом добавлю, потому что там есть уже результаты. Так, стрим пашет, всё нормально. Так, секундочку. Так, секундочку. Так, секундочку. Так, вроде поднастроился. Поехали, ребят. Турнир ТЛС. Первый Старкрафтик у нас. Буду я периодически раз в неделю его стримить, потому что раз в неделю по субботам он проходит по реплеям. Так, я так давно не смотрел первый Старкрафт. Погодите. Да, вроде нормальная скорость. ЗВЗ у нас здесь. Посмотрим, что из этого выйдет. Раз в неделю будет стрим по первому Старкрафту. Пока ещё отборочные проходят здесь. Так, погодите. 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 Нет, это с перебором скорость. Вот нормальная скорость. Погодите. 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 Короче, я в следующую репку по-другому запущу тогда. Всё будет нормально, не волнуйтесь. Я отобрал несколько реплеев просто. Во-первых, ну вот это не наши игроки на Угриме. Я сам с ним играл, я помню. Кто из них? Кто, кстати. Это же ХЗ. Это первый Старкрафт. Здесь ни хрена не понятно. Здорово, Миша. Это Старкрафт. Крудварт. Турнир. ТЛС. Который Кирилл Русбрейн поддерживает. Я ему обещал, что постримлю. Ну раз в неделю буду его стримить. По субботам там игры проходят. Пока ещё отборочные идут. Там все со всеми играют, что называется. Ну что. Коричневый Зерк играет в ранний муфлингом, я вижу. Рабочих у него раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь дронов на восемь минеральных кучек. Даже на девять. А, это Файтинг Спирит, по-моему. Карта здесь девять кучек минеральных изначально. Вот. Второй Зерк вообще без газа играет. Так, ну что, здесь шесть слингов. Один поскакал вперёд куда-то. Здесь тоже шесть слингов. И строится что? Строится ещё, делается муф. Вот брудвар тут всё придётся объяснять, как бы, конечно. Потому что нету здесь никаких продакшенов, ничего такого здесь нету. Почему можно было бы увидеть, что происходит. Вот здесь всё совершенно другое. Я думаю, вы привыкнете со временем. Другая экономика. Всё делается вручную. Вот линги прибегают. Зелёный Зерк очень неплохо подгрыз. Стоит как-то на халде. Рабочий пока что тупит. Делается третья макрохата уже. Я чуть не понял. А, и плеточка пошла. Но в первом Старкрафте плеточка не такая, как во втором. Сначала делается колония, а потом только аноморфится. Таймеров никаких нету. Так, ну что, мув готов у коричневого Зерга. Нужно посмотреть, кстати, кто они по цветам вообще. Прибегают линги. Здесь ничего не сделать. Так как есть плётка. Газа так и нет. Количества рабов тоже нет. Нужно визуально смотреть. Ну, здесь вот очевидно, что у коричневого рабочих меньше, чем у зелёного. Но это ЗВЗ. В первом Старкрафте очень ранний лейер. Это значит, что будет, естественно, спайр сейчас. Пошёл спайр. И что происходит потом в первом Старкрафте обычно? Обычно просто строится несколько муталесков. Либо муталески с коржей. А тремя мутками уже можно с коржей отконтроливать, как вы помните. Вот. Так, линги побились. Коричневый отступает. Ну, зелёный не может контратаковать. Почему? Потому что у него нет. Так, здесь плеточка пошла. Но я вижу, что зелёный зерк очень слаб здесь реально. Потому что здесь уже практически готов спайр. Вот он прилетает. Это видит прекрасно, что спайр готов. 10 дрончиков добавил на вторую базу. Несколько штучек коричневый товарищ. Не знаю, я узнаю. Может какие-нибудь есть проги сейчас для тех, кто стримит первый Старкрафт, чтобы отображать количество рабочих какое-то. Я не знаю. Я вижу, что здесь даже лейер незаконно. Да, рабочих достаточно много. Можно несколько спорок заказать, попытаться. Зелёный зерк без мува даже лингами бегает чуть по центру. Пытается что-то здесь кому-то доказать. Я не знаю, что он куда пытается там доказать. Здесь две плётки есть и уже заказаны муталиски. То есть, они полетят вперёд и могут точку уже в этой игре поставить. Добавляются спорки по две штуки на всех базах. Но это хорошо, но уязвимые места для мутки всё равно могут найти сейчас. Вот муталиски выходит, чтобы грамотно контролить мутки в первом Старкрафте. Обычно их биндели с оверами в дальнюю краю вешаешь, чтобы тогда стэк можно сделать, иначе они все широко будут летать. Ну чё, спорки добавляли? Спорки успели добавиться, конечно. Но всё больше и больше забыли. Гидроден. Вот кто-то подумает, что, наверное, это зерк здесь. Да, вот этот зелёный обороняется. Типа технология позже. Гидроден выходит. Кстати, Гидроден, вы видите, без лэера делается. Потому что вот он лэер как выглядит, а здесь нет такого здания. Но это какой-то совершенно нестандарт, потому что муталинги в первом Старкрафте – это 99% игр ЗВЗ. Гидроденов вообще никаких там обычно не делалось. Очень редко, точнее, иногда бывало, но очень редко. Пытаются муталинги где-то что-то нарезать. Сейчас понемножку будет коричневый наращивать количество зергов, количество мутки. Третью хату ставить. Ну а здесь будет, конечно же, делаться гидра в попытке как-то мутку прогнать и рейндж гидре. Правда, всё это без грейдов делается. Здесь мута что-то пытается отшакалить. Но спорки есть, особо ничего нигде не отшакалишь. Проблема также, как и во втором Старкрафте. Здесь есть, конечно, нидусы, но нидус только на крип можно делать. Хотя здесь он фактически оборонительный в первом Старкрафте, но оппоненту можно запилить, если вижен есть. Но проблема в том, что мута мобильная, она не будет. Давайте здесь что-либо делать. Третью базу выйти. Минус линк. Здесь у нас лейровочек пошёл. Эволюшена так и нету. А, нет, есть эволюшен, армор делается-то, кстати. Но только армор, собственно говоря, и делается. Но против глэйвов муталисков он решает. Третья хата скоро будет готова. Строятся ещё мутки. Мутка овера муталисков всё больше и больше. Третья макро хата у коричневого. Третья база готова. Сейчас немножечко будет раскачивать. Как же непривычно мне смотреть первый Старкрафт против второго. После второго. Начинается контроль. Пару дронов забирает коричневый зерк. По-моему, я думаю, что это наугрим коричневый. Так, я просто через одиночную игру реплейс, наверное, просто через этот… Зайти через сетевую игру посмотреть потом. Да, дроны носят по 8 минералов, по 8 газа, 8 кучек минералов. Точнее, 9 на этой карте, на мэйне 8 на второй. И по одному газу, который также по 8 и носится. И 5000 в нём. Ну что, пошёл выход на линго гидре. Гидра, как я понимаю, без скорости. Да, вот сейчас скорость будет готова. Поэтому кажется, что медленно. На самом деле, скорость игры такая, как в игре в Старкрафте стоит. И вот пошёл выход сейчас. Гидры очень много, кстати, вперёд двигается. Но здесь у нас лингов строится большое количество штучек. Ой, мутка сейчас залетела на гидру. Неудачно. Очень неудачно. Сколько здесь муталисков? Сложно даже сказать. Я думаю, что около 12 штук. Почти контрол полный, наверное. Нужно выводить прирост. Но прирост опасно выводить, потому что мутка может подрезать его. Вот это вот тоже самое. Вверх на две части нужно поделить. Да, нужно. Сейчас я логотипчик в следующей игре туда поставлю. Минус муталис. Тут гидра. Тут бегает к центру. Ещё гидру выводит сюда зерк. Сейчас у неё будет уже армор готов. Вот он практически готов, вы видите. Скорость гидре готова. Вот она, смотрите, значительно быстрее стала стоить. А, да, вот. Коричневый. Но угрим. Так я и думал. Ну что, приходит гидра. Начинается прессинг. Муталис не любит. Вперед летят. В первом старграфте это вообще проблема была. Сзади мутка наламывается. Пошла атака с двух сторон сейчас на гидролингов. То есть, но угрим, правда, как-то не с теми одновременно наваливаются, по-моему. Но мутки очень много. По-моему, муты даже гораздо больше, чем гидры. И, несмотря на то, что у гидры есть армор, у муталисов тоже есть армор. Муталиски разваливаются нахрен. То есть, ещё линги выходят. Ну, очевидно, что здесь развалило. Тем более, третья база добывается. Газ добывается. Линги выходят ещё. Сейчас всё вперёд побежит. Контур-атака пошла. Или нет, ещё не контур-атака. Ну, муталиски летят вперёд. Здесь какая-то вообще зерк какой-то странный. Здесь пошёл хайв. Ну, единственное, что вот как в поздней стадии, в первом старкрафте мута на муту, там можно было с хайвом законтрить. Это, во-первых, после здания для королев, а королевы летающие были. Они совершенно другие функции выполняли. Плюс при появлении хайва можно было построить этих дефайлеров, так называемых. чумовички, я их называл. Они кидают чуму, и любого юнита, любое здание хп доводит до, ну, там практически единицы, как бы. То есть до двух-трёх хп. Ну, кто пожирнее, тех, конечно, с одного не доведёт, но мутку-то сразу же. То есть можно её уничтожить таким образом. Ну что, муталинги улетают. Пару скоржей, вот они скоржи так выглядели, два стоят, две штуки. 110 дэмэджа он наносит за удар против воздушный. Воздушный камикадзе, в общем-то, из первого Старкрафта, типа Беллинга во втором, но без сплэша, и его не надо ни ещё уморфить. Я сейчас начну банить, если вы будете флудить. Всё происходит нормально, со скоростью, как в игре в первом Старкрафте происходит. Странный какой-то выход пошёл. Ну, видно, что зелёный зерк, ну, бец просто полный. Почему? Потому что свитчатся в первом Старкрафте с гидры в муту, это вообще идиотизм, как бы. Там понятно было, что К-выход на гидре не получился, это уже ГГ. Но я вижу, что вот на Угриме, я помню с ним, я в первый Старкрафт с ним играл, как бы, не раз ещё, когда сам играл. Такой неплохой был зерк, но не сильный. Вот. И вижу, что уровень просто... По вот этим, по первой игре я вижу, что уровень, конечно, в первом Старкрафте упался. Может быть, эта стадия ещё такая, наверное, этого турнира слабенькая. Оу! А вот это уже интересно, из муталисков кислотники, они же Дивореры, заморфлены. В чём их суть? Они кислотные споры раздают, я не раз про них рассказывал, сиреневая такая штука, от чего демидж проходит по юнитам жёстче. Так, здесь пошла атака, вот Дивореры прилетают. Да, вот они все споры, уровень 3, значит, на 3 демиджа гидралы по муталискам больше наносятся. Вот уже пятый уровень кислотных спор, но слишком мало гидралисков, и, к сожалению, даже с помощью вот этих спор они не способны справиться. Пытаются Дивореры улететь, но улететь очень тяжело. Конечно же, их накроет. ГГшечка, ребят. Так, сейчас я кое-что здесь делаю. Во-первых, я добавлю, ребят, какую-нибудь картиночку сюда, чтобы закрыть прогресс реплея. А, например, вот эту я добавлю. Может, она маленькая просто будет. Как-нибудь вот так вот потом. Сейчас поставлю. И сейчас, подождите, я попытаюсь просто через сетевую игру, я просто через сетевую игру слабо помню, как там это всё делось. УДП. Так, мэпс. Где реплейс лежали? Я что-то уже забыл, если честно. А, вот деплейс. Всё, нашёл. Да, так будет проще, на самом деле. Через сетевую игру будет проще стримить. Так, давайте-ка сейчас я подгоню. Кстати, там какой-то интерфейс был ещё. Не интерфейс, а графика какая-то была. Ну что, Ноугрим против ТЮ2. Я не знаю, кто это такой, кто у нас кто. Ноугрим зелёный. Он победил в первой игре этот зерк красный. Скорость точно такая же, как была в предыдущем реплее. Это можно по таймеру, который идёт. Время не... А, вы таймер не видите, я уже заслонил его. Вот. Так. Кстати, что это за карта такая? Забыл я вообще, как эта карта называется. Но я понял, что это за карта по... Визуально как, как, как тут что расположено. Но название я подзабыл. Так. Больше предупреждать не буду. Ну что, в этот раз через газ пулы. Ну, на самом деле, в ЗВЗ, в ЗВЗ вот так вот играть, это... Это ущербная очень тема. Конечно же, нужно ставить на второй базе хатку. Потому что макро хата в ЗВЗ в первом старкрафте... Не макро хата, а вот хата, которая вне минералов. Она вообще ни к селу, ни к городу, что называется. Разве что лингами с мувом просто можно выбежать просто вперёд и попытаться что-то сделать. Других вариантов нет. Здесь у нас три линга заказаны. Мув сейчас будет как соточка газа наносится, а соточка газа наносится, вот этот рабочий донесёт. Сейчас и всё. Нужно минералы, конечно же, дронов переправлять сейчас. Ну, тут четыре линга, то есть... Овером проверяет всё. Ну, на Угрим сейчас увидит, что хаты нету. Он пока не понимает, что здесь ещё одна стоит. То есть, ну, это такая... Это, короче говоря, просто агрессия с лингами, но тоже абсолютно самое можно сделать... Так, кстати, да. Счёт у нас не 0-0 уже. А вот такой вот счёт уже стал. То есть, можно было то же самое сделать просто с хатой на второй базе. То есть, это просто бесполезная хата вне минеральной линии. Здесь у нас лейер. Мув готов у Ноугрима. Ставит он плётку. Принимает лингами бой. Позиция была просто замечательная. Здесь линги без мува. Только-только сейчас мув доделся. И что в итоге мы имеем? У красного зерга такие же линги. И у него отсутствует хата на минералах на второй базе. Здесь линги всё новое-новое выходят. Очень грамотно используют сейчас плётку. Точнее... Не выходит, плёточку, да. Используют очень грамотно Ноугрим, чтобы обороняться. Линги все минус. Три забегают на мейн. В итоге у зелёного зерга есть лейер. У него есть лингов не менее, чем у оппонента. Есть плётка. Здесь нет лейера, здесь нихрена нет. Я просто улын на лингах. В общем, слабенький оказался зерг. Вот этот тут красный. Ты игрек. И, конечно же, это будет поражением буквально через некоторое время, я так понимаю. Пошёл спайр. Здесь линги копятся. Если продавить не получится, то, конечно же, ГГ у него будет написать. Вот он приходит и, смотрите, пытается прогрессить. Но куда-то тут сборка линга с двух ударов убивает, собственно, как и во втором Старкрафте. Бонус скрип зергом не даёт скорости движения в первом Старкрафте. То есть просто на нём можно здание ставить и всё. Здесь ещё одна плёточка морфится. Здесь попытка лейер сделать. Ну и что? Хаты нету на второй базе. Вот эта ущербная хата вне минеральной линии. В итоге есть две плётки, плюс линги, плюс спайр готов. То есть сейчас будет просто на... Ну, а что отличало ЗВЗ первого Старкрафта от второго? Зерги всегда на, я бы сказал, на такой бичёвой бомжатской экономике ЗВЗ в первом Старкрафте играли. Почему? Потому что тут всё строилось на агрессии. Именно линги против лингов. Знаете, начальные какие-то контроль. То есть не было такого, что много... Редко было, что много дронов строят. Всегда линги муталецкие в основном прибегают. Но у грим пробревая от лингов оппонента, здесь пытаются с дронами красные отбиться. Но какие, к чёрту, дроны? Там уже муталецкие, я так понимаю, строятся. Здесь, конечно, красные отобьются. Дроны с рейнджом очень хорошо помогают лингам, смотрите. Но нужно возвращать на добычу. Здесь спайр готов. Дроны стоят. Увидите, нельзя сразу на минералы направить. Поэтому они стоят, пока не направлены. Так, попытка подрезать дрончика. Успеет подрезать. Успел линг ещё. Дрона одного подрезать. Здесь всё стоит ужасно. Здесь дроны, наконец-то, направляются. ГГ, ТЫ пишет, два муталецких. Так, и не заказал. Но тут очевидно, что беда бедой. Так. Ребятки, сейчас я кое-что сделаю. Мне нужно переименовать пару репок. В первом Старкрафте был такой баг, когда слишком длинное название. Она не могла, как бы, проигрываться. Вот. Вот. Я очень быстро это сделаю. Тут не прям, не дико длинное оно, это название. Так. 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 Файтинг Спирит. Нео Медуза. Медуза. Это карта называлась синяя. Вот. Я всё вспомнил теперь. Поехали. Далее. Ребят, первый Старкрафтик я говорил вам, что будет. Очень скоро турнир по первому Старкрафту. Будем его смотреть, который Кирилл Русбрейн поддерживает. В новом году вышел лот в ностальгии игроки у нас. Так. Флиск против Энстоп Балус. Нужно переименовать, кстати, в тексте здесь переместить. Так, что-то я не то делаю, ребят. Не туда нажал. Да, захват, я вижу. Так, второго Энт, точку Стоп Балус. Вот. Только 0-0 счёт. Я там когда общался с одним из стримеров европейских этого турнира, организаторов, здорово, Кирилл. Вот. Он говорит, типа, you welcome для участия в этом турнире. Я ему говорю, не братан. Я во второй Старкрафта мало сейчас играю. Типа, в первом мой скилл слишком позорный. Это стыдно. Ха-ха-ха. Вот. Ну, ТВЗ. Тиран против Зерга. Вот так вот тираны выглядят. Вот они КСМки. Многие спрашивали про первый Старкрафт. 60 хп здесь у КСМок. Не 45, как во втором. Вот. Заказано. Ну, депошка барак. Зергами тираны редко застраивались чаще спруцами. Почему? Потому что в первом Старкрафте даже в плотной застройке, как бы ты здание не ставил, линги все равно между будут просачиваться. То есть, только в некоторых местах уникальных можно так застраиваться было, что вообще никто не проходил. Но это нужно изучать было всё. И много что, короче, изучать нужно было вот в этом плане, чтобы нормальные застройки делать, соответственно. Вот. Поэтому здесь тиран не застраивает. Вторая депошка. Пошла. Марик заказан. КСМки строятся. Всё добывается. Посмотрим, а что тиран будет играть. Здесь никто таких гиллионов не играет, потому что их в принципе нету в первом Старкрафте. Так, бункер пошёл. У меня такое ощущение, что здесь СЦ-шка-то влезет вообще. Не уверен я. Ну, я уже просто... Мой глаз не настолько наточен в первый Старкрафт, как во второй и как раньше в первый был наточен. Ну, наверное, если так тиран ставит, значит должна СЦ-шка влезть. Да, влезает. Они просто не такие жирные, как во втором Старкрафте. Короче, это самая начальная стадия данного турнира. Это первый тур фактически отборочный. То есть, там все со всеми сыграют. Потом определётся 32 лучших игрока. Они будут в сетке уже играть в РО-32, что называется. И я буду это стримить всё вот так вот. Но я буду стримить в удобное для меня время и для вас, когда, соответственно, не будет каких-то крутых турниров по второму Старкрафту. Но, конечно же, такое время найдётся обязательно. Спрашиваю я у там вот товарища, который в эфире у меня дал скайп, как будут финальные стадии, ему будет ли что-нибудь в прямом эфире. Он сказал, что они попытаются что-то в прямом сделать. Ну, как бы там какие-то затруднения, я как понимаю, есть. Вот. С этим моментом тоже. Так что пока по репкам. Ну, может быть, в будущем мы в прямом что-то посмотрим. Для меня, конечно, идеально было рестримить. Хотя, не проблема. То есть, с захватами, со всеми этими делами я уже разобрался. Вот. Проблема с серверами столько у меня может возникнуть. CC-шка вторая готова. Напомню, что на бараках в первом Старкрафте пристроек не было никаких. Пристройки только на факторях, на Старпортах были. И пошло вот интересное такое здание под названием Академия. Если сюда нажимаешь, то тоже не видно скорость строительства. Что дает Академия? В ней делается стимпак и дальность пехоти. Был такой грейд в первом Старкрафте. Также можно делать пристройку к CC-шке на мэйне. А чтобы сканить, нужна именно пристройка была, а не здание, саму грейдилась. Так. Минус КСМ-ка. Да я сам что-то себя молодым почувствовал. Просто смотрю, думаю, блин, как я вообще играл в эту игру. И вроде получалось. Поехал дрон ставить третью базу через... Через... Так. Кто это? Энстоп Баус. Через Спайр ранний играет. Но это говорит о том, что Зерк уверен в своей игре. Почему? Потому что через Люру играть надежнее. Она против пехоты. Более халявно. Муталисков. Чтобы вот так вот открываться через сверх ранних муталисков против Тирана, нужен очень грамотный контроль. Муткой. То есть, нужно стэк очень грамотно. Сейчас посмотрим, как Зерк будет контролить. Сейчас я вам скажу, грамотный или будет здесь муталиски. Надеюсь, от Тирана выход должен быть. По идее. Но стимпака еще нет. То есть, марики без рейджа. Вот в руках Джулай Зерка, например, на ОЦГ 2007. Первый раз я вот этот стэк увидел. Просто он бы прилетел. Вот для Тирана это бы ГГ значило. Если бы это был Джулай Зерк в то время. Потому что он просто разорвал бы. Но пехота может тоже в размен пойти. И Зерк, смотрите, разминулся. А теперь для Зерка-то не очень все хорошо. Потому что такое количество пехоты с двумя медиками эти две звездки разорвет просто. Забегает пехота. Посмотрите. Тиран атакует. Плёточка падает. Но Талиск тоже падает сейчас моментально. Вторая плётка не заморфленная. Зерк вынужден вернуться. Проблемы просто гигантские сейчас. Что, хату подвревает? Зерк от мутастэк, что называется. Ну, муталиски в куче, как в втором Старкрафте. Но в первом для этого нужно было что сделать? Нужно муталискам, во-первых, контрол в первом Старкрафте максимум 12 юнитов. Зерк всё-таки отбивается. Хату потерял. Это смерть и подобно. Учитывая, что у Тирана две базы добывается. В первом Старкрафте ещё более чувствительно для Зерка. Ну, то есть, здесь гораздо баз больше должно быть. Вот. То есть, максимум в контроле 12 юнитов. То есть, берёшь один из муталисков, оверов, берёшь контр, в точку в одну их посылаешь, они слетаются в кучку. Если без овера это делать, они не слетятся в кучку. Они вот так вот будут всегда летать. Вот. Ну, Тиран уже, посмотрите, туреток тут настроил, но туретки во втором Старкрафте, в первом Старкрафте, они не как во втором. У них хоть дэмэджи 20, но по муталискам они десяточку наносят. То есть, в два раза меньше, чем заявленные. Во втором же Старкрафте туретки нормальный дэмэдж наносят по муталискам. Поэтому я их всегда удивлял, почему во втором Старкрафте туретки не строят. В первом Тиране вообще не жалели ресурсов. Ну, а на 75 и стоит вообще как бы. Так что, тут дело такое. Пытается, пытается найти место у нас. Ну, вот. Хоть дэпошечку нашёл, и то хорошо. Ну, вот видно, что самые жёсткие зерги, они не стали бы просто атаковать эту дэпошку, они бы постоянно стэком атаковали и успевали бы ещё дома развиваться. Но я, конечно, многого требую от не корейцев, ещё и тогда, когда в первой Старкрафте уже мало кто играет. Я уже же объяснил, что даёт, чтобы брать овера. Чтобы муталиски могли в стэк слететься. Если их без овера... Вот так вот, они... Вот это сейчас они с овером пробежены. Если без, они в какой-то стэк бы не слетались. Начинается контроль. Через холд обычно раньше контролли, чтобы гвейв по-разному попадал. Вот полярные медики стоят. Подрезает зерк медика. Вот туреточки. Значит, три турецки стреляют, а мутам всё не гибло. Вот сейчас через мариков пролетел. Но пару муталисков всё-таки зерк в итоге потерял. Нужно аккуратнее быть ему. И всем стэком стрелял КСНК и выжило. Сейчас поэтому восстанавливают вторую хату и третью строят сразу же. По рабам. По рабам ситуация. Вот у тирана на мене много рабочих. Сложно сказать, на второй базе много. Я вижу, что у тирана сейчас больше рабочих, но нужно реализовать всё это дело. 37 лимитов зерга на 73 тирана. Это, сами понимаете, полный провал. Но в первом Старкрафте из таких ситуаций можно было вытащить. Да и во втором можно тоже. Просто нужно, чтобы ошибался. Конечно же, тиран как-то зерк всё делал чётко. Но, обычно, сколько рабов было на одной нычке. Ну, можно много было оставить. Но здесь, на вот этой карте, 9 минералов на главной базе. Это файтинг спирт. На 9 минералов, ну, по 2 рабочим в среднем на минерал. Но, если во втором Старкрафте вот на ближний минерал вы сами знаете, одного рабочего посылаешь. Пока он уносит, возвращается, другую успевает добыть. То есть, они идеально вдвоём стоят с ближнего. Здесь же нет. Пока один доносит, второй не успевает добыть. То есть, они постоянно катаются. Вот вы видите, эти рабочие. То есть, ну, где-то по 2 рабочих на минерал в среднем это нормально. Можно, конечно, и больше, но это уже перебор будет. В первом Старкрафте старались как-то сплитить между базами лучше всё. Просто тиран вот здесь двухбазовую какую-то тему откатывает. Вот это здание для того, чтобы сейчас научное судно построить, которое видит невидимых юнитов для того, чтобы выход уже делать. Я так понимаю, Мариком уже рейдж готов давно, а им рейдж делался. И готовится выход с танком. И ошибка, как я считаю, от зэга, что он в люру не играет. Я вот просто не понимаю пока, для чего же ему хайф нужен. Брудлордов здесь нет, здесь есть... Я их бомберы называл, они гварды называются. Вот, гвардиан там кто-то, кто-то из муталисков Морфитса. Это аналог брудлордов, но он как бы стреляет так же издалека и дэмэджем. В общем, хорошем, но брудлингов не плодить, то есть их проще как бы было пробревать. Вот тиран приходит, здесь три плетки, это реально мало против такого количества пехоты. Всё пошло вперёд, всё атакует. Но помните одно самое главное, когда смотрите первый StarCraft, что помните, что вот эта вот армия кажется смешной по количеству юнитов. Это три бинда, то есть это два контрола Марик. Один контрол Марик, другой Марик и медики. Ну можно танк взять, но лучше в отдельности, но... Машина поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. За брудвар от истинных волков игроков. Машина. Спасибо большое эти машины. Так, подрезаются медики. Марики на дальнюю базу заходят. Потому что юнитов 12 в контроле, я уже об этом говорил вам. Пробревает тиран вторую, пробревает третью зерку. Мутали с камерой контроля, тяжело. Вот медики ещё приходят, вот. Пытаются зерк медиков подрезать, но он слишком переоценил свой мутостэк. Ну что, третья ЦЦ-шка тут ставится, пошёл ещё выход. Зерк всё не сдаётся. Лимита 40 на 114 тирана. Ну, барахов 7, но посмотрите. В первом Старкрафте ещё в чём дело. То есть, ты не можешь взять все здания и заказать что-то. Тебе нужно каждое выбрать и в каждом заказать. Сейчас заказа по этому тирану нет, что он в атаку идёт. Плюс КСМ переводит на третью базу. Ну, будет сейчас на хайграунду. Здесь Грейтер Спайер пошёл. Ну, конечно же, зерк ущербную тут. В этом плане контроля. Заказ мариков пошёл. Ну, что-то тиран тут успевает, конечно, делать. Атака делается. Самое, что… Да. Тирана 1-1 уже креды. Покинул игру. Он стоп балус. Без ГГшечки. Я говорю, перерассчитал свой стэк сейчас. Так, ребят, я текст, пожалуй, перенесу. А то я просто контроль потеряю над… Так, подождите, ребят. Так… Так… Подождите, ребят… Раз уж я решил, что надо добавлять поддерживающих. Ну что, ребята, загружаю следующую репку сейчас. Просто видно, сколько реплеев, вы можете понять из этого счёт. Я сам не знаю, для чего он хайв делал, но он с трёх бас фактически хайв делал, просто… Ой-ой-ой, КСМ-ка тупит, посмотрите, жесть-то какая… Когда так вот начинаешь… Блин, зерк не знает, что это за карта, да это фейл просто, конечно. Манерный тиран, все позиции ему рассказал про… Нет, он пытался в бомберов выйти, они же гвардианы, гварды. Ну что, вторая игра. Ну, сложно ожидать какого-то прямо космического скилла здесь, в этом турнире, ребят, я вам скажу. Эпошечка пошла от тирана, а вот на этой карте-то застраивались обычно, конечно. А что за… Ооооух! Интересно, у зерка пул до овера, 9-ый пул, плюс газ агрессивно решил зерк очень сыграть почему-то на этой карте, не знаю, почему. Турнир этот ещё идёт, и он ещё будет идти пару месяцев в ближайших, как я понимаю, но первый тур вот этот прошёл в субботу на этом конкретно турнире. Строится барак, депошечка, здесь проход, вот он, это карта Медуза, здесь вот очень интересные такие вот вещи есть. Могу вам всю карту показать, например. Здесь минералы, и такой вот, ну, это приходит Тиран, кстати, видит, что здесь линги, а здесь уже мув заказан. Что вот это за штука? То есть это пробиваемый такой храм, и можно открыть проход вот сюда вот через вторую базу, вот рампу, и зайти на мейн, как бы, к оппоненту. Но здесь также можно юнита завести и с помощью рабочих делать трик, когда вот юнит начинает тупить, и можно перекинуть его вот сюда. И Тиран и Зергов раньше очень часто напрягали таким образом вот через эту хрень. Был такой момент, когда Джей Донг вот этого узнав, поняв, что Фэнтези собирается вультуру ему туда прислать и расконтролить его, просто двумя лингами принял вультуру, а это космос раньше был, конечно. Но кто бы два расследил, помню. Убивают барак линги, по-моему, Тиран его успел отменить. У Тиранов всё плохо, это не второй Старкрафт, ребят. Марики затупили, подставились под лингов очень-очень жёстко. Короче, проблема для Тирана – это очень печальная ситуация. И ещё в первом Старкрафте точка сбора, она всегда вот в этой части здания находилась. Марик не может отсюда выйти, поэтому Зерг с той стороны и принимает. И тут всё, ребятки, без ГГ Тиран выходит, пригорело. Риспы рассказал, всё рассказал оппоненту своему, а тот его просто унизил за это собаками на предыдущую игру сам без ГГ выходил, между прочим. Ну что, создаём ещё следующую игру. Поехали. На этой карте застройка, она как тебе сказать? В первом Старкрафте застройка от лингов не помогает, потому что линги пробегают везде. Играет музыка. Только в некоторых местах… Ну что, Heartbreak, Rich карта. Только в некоторых местах, соответственно, только в некоторых местах. На некоторых картах, но это нужно изучать, соответственно, вот эти места, делать застройки, то есть уникальные. На некоторых картах, да, никто не проходит. БВ буду стримить раз в неделю, потому что раз в неделю этот турнир проходит. Либо же ты делаешь застройку и к депошке там, ну, ставишь мариков, ксм, так, чтобы юниты оппонента не проходили. Но учитывая, что там линги ранние были, застройка могла бы помочь, но не факт, что помогла бы. Так, пул первый здесь от зерга, обратите внимание. И, между прочим, в первом Старкрафте королеву нельзя построить, крыльчинок будут давать. Здесь ты строишь пул первый, нужно понимать, что ты по экономике отставать будешь серьёзно очень, если ничего не сделаешь лингами. То есть тут только для лингов пул можно ставить. Ну, после пула хата пошло. Здесь у нас барак. Тоже девять, кстати, карты, все карты, где на мэйне девять минерален. Это очень жёстко, на самом деле. Вот, карта интересная чем? Здесь очень много в центре таких вот неровностей. Симметрично. То есть здесь база центральная, и здесь обходы такие. То есть можно в размены играть, туда вот, сюда вот бегать. Здесь вот базы идут. То есть вот эта дальняя база, она теоретически тирановская, потому что ему проще вот со второй сюда выйти, сюда гораздо дальше идти. То есть вот эта часть получается зерговская. Но вот эта дальняя база очень близка к мэйну. Карта интересная. Мне она никогда не нравилась. Я её очень не любил, но играл тоже, помню. Но на вот этих всех новых картах я не так много прям играл, как вот на более старых, там МЦГшных каких-то первых картах. На файтинг, хотя нет, на файтинг спирити много. Это достаточно отыгранно было и на хардбрейке достаточно много. Здесь барак ставится, но вот здесь на этой карте вот этот проход одним зданием, да, заблочить можно. Ну, у Стэмпла уже не было, причём у Стэмпла давным-давно не было вообще. Заказан муфлингом. Смотрите, для меня просто загадка, что сейчас пытается сделать зерг. Здесь СЦ-шка строится, здесь есть застройка. Бейлингов в первом Старкрафте нет, то есть он сейчас лингов настроил, и они просто бесполезны, просто бесполезны. Рабочих у зерга у тирана я уже вижу, что больше. Ну, порядка 14-15 рабочих, если не больше. У тирана сейчас хорошая ситуация. Ну, просто не надо спешить. Да, академию есть для медиков Стэмпак. Даже можно без академии, нужно газ добывать. Здесь есть интересные такие юниты, которых тиран пока не строит и, наверное, не будут строить. Под названием Фаербаты. Огненная мышь. Там переводилось в некоторых версиях Старкрафта русского. Огневичок я называл, его всегда мы называли. Как во втором Старкрафте в компании за тиранов. Вы помните, там огневики были, но тут они немножечко по-другому выглядят. Поднялся цель, не зная, что здесь линги, тиран. Линги врываются, марики разваливаются в итоге. И гайтить мариками нельзя в первом Старкрафте, так как во втором. Поэтому зерк тут неплохо врывается. Но, в принципе, прирост у тирана есть. Он сейчас отобьется, скорее всего. Итого, линга атакует. Ошибка. Цц села. Но два линга осталось. Вот они, огневички заказаны. Тиран понимает, что тут, походу, зерк, наверное, будет лингу смазить. Поэтому заказывают именно огневиков. Идёт вперёд. Бункер пока не заказывает. Рабочих много. Стимпак не заказан. И медики после огневиков пошли. Вот бункер пошёл. Строятся просветки пристройки к базы, с помощью которых сканить можно. Может сейчас просканить, на самом деле, тиран. Всё. Здесь за это время сделан лэйр. И спайр строится. Что, гневики вне бункера чуть сидят. Вот они сплэшем очень быстро бомбят. Линга идёт вперёд. Хочет спасти своих медиков у нас тиран. Спасает медиков. Зерк подставился под огневиков. И хэш-желинги затерпели очень жёстко. Так, а стимпак, я не понимаю. Стимпак я не видел, что бы делся. Если бы был бы стимпак, тиран бы его прожал уже. Поэтому, наверное, просто втыкает тупо. Сканы тоже не кидает. Он не знает, что у зерка есть. Нужно сканить мейн. Почему? Потому что в первом Старграйпе эта пристройка только скан даёт. Всё. Нельзя никаких мулов кидать, эксосоплаев. Ничего такого нельзя делать. Пошёл скан. Куда они пошли? На вторую скан был. На мейн, видимо, тоже скан был. А, да, всё увидел, тиран спайр. Туретки начинают ставить. На второй, на мейне нужно больше туреток ставить, конечно же. По две сейчас заказано. Плюс один. Вот стимпак делается. Плюс один грейд на атаку он заказан. Ну что, мутка прилетает, контроль от зерка идёт. Он пытается сейчас на мутостэком мариков подрезать – это очень непросто делать. Туретки настроил. Вот эта туретка вообще смешная. Это в первом Старкрафте вообще бессмысленно, муталецки её просто без потерь сразу же убили бы на самом деле. в первом Старкрафте. Интересный звук вот от стимпака в первом Старкрафте. Реально прикольный звук, чему сторон. Как будто мальчики действительно ширяются звук такой. Ну что, опять же зерк чисто мутостэком пытается здесь пробрить тирана. Но я вижу в этот раз свич всё-таки в люру будет. Но муталецков действительно много стало, кстати, у зерка. И тирана не так вот много юнитов. Попытка бункер забреть и вбивает, тиран вывести БСМ. Муталецков зерк натерял штук 5-6 – это провал. Это просто провал в первом Старкрафте. в первом Старкрафте. В первом Старкрафте. В первом Старкрафте. не знаю я его лично. Девалтос. Девалтоса я, мне кажется, не знаю, потому что в своё время он как-то, ну, не знаю, участвовал, не участвовал, может участвовал, но он уже более такой игрок нового времени. Я его не помню нашли. ССПХ такой тиран. По-моему, на Сибири откуда-то. Стрихка я, наверное, себе увидел, мне кажется. Так, привет всем. Да, немножечко брудвара. После вот этого Го-3, а это последняя карта в этом Го-3. Будет три наших игрока играть далее. Посмотрим, как у них уровень. Ну что, харасит тут зерк. Постоянно КСМ. Это очень, на самом деле, напряжённо в первом Старкрафте. Потерь здесь никаких нет, но можно по лимитам только судить. 70 лимит тирана на 50 зерка, но мутастек он опасен даже, когда лимита меньше. Ну что-то зерк... Зерк какой-то вот он... Ну мутастек, ну подрезаешь-то. Ну а экономика-то где? Ну, кстати, мута он контролит так очень даже неплохо, я бы сказал. Тут просто не второй Старкрафт. Смотрите, маленький как криво. Часть вперёд выходит, часть где-то сзади. Не все атакуют, но вот сейчас зерк несколько раз заход сделал, а сам выстрела не сделал. Но всё равно расконтролил муталиски, обратите внимание. Всё. И тиран развалился. То есть, что тирану это случится? Вот такой ситуации нужно делать. Ему нужно на отступление муталисков ловить, пытаться, чтобы не просто через атаку вперёд бежал, а чисто всей группой на подшаге разочек атаковал, и не просто на местность, а вот ты стимпачишься, бежишь вперёд, и вот так вот фокус чисто муталиска стараешься сделать. Почему будешь? Если на местность посылаешь мариков, они по разным, возможно, муталискам будут бить, и они будут регениться постоянно. Если же ты кликаешь в стэк, то ты попадаешь в одного, и, возможно, его фокуснёшь за удар. Это очень важно. Так, робот. Видно, премиум не так, строятся танки, делается сич уже у тирана. Пытайся разобраться. Что-то сегодня писали про премиум, что какие-то проблемы есть. Ну что, бараков больше, стал 80 лимита тирана на 60 зерга. Зерга всё равно меньше, и мне поражает, что он третью хату не поставится поставить. Но зато посмотрите, какие у него юниты есть интересные. Это люра, которая буквально недавно в лобби появилась во втором стартапе. В первом без неё ТВЗ приставить невозможно просто. Редко зерга. Играли тирана. Так, здесь какой-то барак подрезает. По-моему, тиран даже не отменил. Зерг его прессует. 80 лимита. Тиран идёт вперёд. Вот он постоянно посылает группы. Но мусалиски всё перехватывают. Чуть-чуть. Вот опять моряки разделились. Видите, юниты разделились просто на части. Сейчас зерг на халяву начинают подрезать. А как обычно раньше грамотные зерги? Вот здесь вот уже должно люры закапано быть, и на халде стоять. То есть с овером на халд позишн их ставишь, и они не стреляют. Просто тиран туда заходит, и ты просто уничтожаешь вместе с люрой и муткой. Но зерга контроля, насколько я понимаю, не хватает. Так, где муталиски? Минус два муталиска. Ошибка ужасная сейчас была. Моряки, я как понимаю, уже с рейнджом. Копаются люра. Здесь третья только-только ставится. Тиранка СМК видит. Третью часть убьёт. Медики отбились сейчас от основной группы. Минус три сразу же в итоге. Чуть-чуть тиран стимпачится. Уже маленькие тут перекрыты, и все бегают уже. На реабилитацию им пора. Они всё краснющие. Подрезает сейчас. Подрезает танк, подрезает медиков. Ну зерга какой, а? Лимитов всё ещё меньше. Ну третью ему не даёт взять, но лимит это меньше, но тут боевого у зерга больше. У него рабочих меньше, чем у тирана, на самом деле. Тиран всё добить не может. Как контрится мутастэк, спросите вы? Возможно, контрится он элементарно тиранам. Конечно, корейцы очень круто выводили муталецков, там очень быстро это делали. Вот эти юниты строятся. Это научное судно, которое кидает эрадиейт. Эрадиейт по действию напоминает скилл вайперов в лотве. Вот этот зелёнку на лотве. То есть, но он и на землю ставился. То есть, он сплэшем просто убивает. Люра ущербно заходит сюда. Марики с разных сторон просто разваливают её нахрен. Это полный провал со стороны зерга был. Так, Люра ущербно я давно не видел, чтобы заходила, потому что я давно не видел первый стартап просто. Она должна стоять уже сразу, закопана, и тирана с одного фронта принимать ка-юниты с разных сторон. Конечно же, Люра сделает, что не может. В итоге 48 лимита на 106 уже, и у тирана всё замечательно. Так, где что-то туретки валят свои. Ну, талиски кончились, а зачем эту-то туретку убивать? Вот эти мешали у добычи две, а вот это вообще ничему туретка не мешало. Очень странно. Четыре рабочих зачем-то на газ, три достаточно. Короче, блин, в первом-то Старкрафте придётся возмущаться мне, как ни крути. Так, заходит Люра, идёт под Мариков. Тиран без стимпака атакует просто. Ой, как он под Люр... Ёма, что за ужасный контроль. Потерял пул армии на ровном месте, а достаточно было простимпачиться, и вот здесь той энергии есть. Ну, можно радиейтами. Вот здесь точно было 100. На Марика кидаешь Матрицу и уводишь его на Люру. Если оппонент Зерк не фокусит Люрой в нужном направлении, то все атакуют Марика с Матрицей, а Матрица поглощает 250 демок. Я не знаю, сейчас тиран будет её кидать, увидите, как это выглядит. Она красиво, на самом деле, выглядит. Вот сканы идут постоянно, видит тиран куда Люра смещается. Она смещается наверх. Так, здесь у минералов, которых 8 минералинок. Тиран не стал её пропиливать, правильно сделал. Чтоб дура не прошла туда. Вот это и радиейты, которые уничтожают дюнику. Они наносят, по-моему, я не буду убрать. Что-то демоджи 250, наверное, как-то так. Тоже. Блин, нет, даже больше, наверное, демоджей. Демоджей к 300-кам, может быть, так. Это Скоржи. Для чего Скоржи в первом Старкрафте строились? Зерги пытались всегда сбить как раз ключевые юниты. Вот, вот эти вот тираны. Но, Скоржи пролетают над барриками, минус Скоржи. Ну, видно, что тиран Зерга посильней, на самом деле. Бараков уже всё больше и больше. Застройка так себе здесь. Танк захочет из построить тиран. Он вообще не сможет с мэйна выехать. Уж здесь негде проехать. Я вот вижу сразу же это. Ну, тут два направления. Маррики наверх пошли вот эту базу ликвидировать. И сюда идёт вперёд ещё у нас тиран. У Зерга нет абсолютно ничего. Жаль, потерь нет во втором Старкрафте. Ну, очевидно, что Зерг натерял просто за всю игру. Вообще, жесть. Третья база минус. Здесь база минус. У Зерга ничего нет, кроме одного люркера. Здесь уже научных суден больше, чем люры. А это вообще всегда печально, когда так в первом Старкрафте происходит. Здесь пытаются третью начать добывать. А, это дистансмайнинг будет. Хата ещё одна строится. Нужно уже танк разложить, нужно убивать уже идти. Можно и поближе подвести немножечко. Не, ну, не циран ещё тоже. Ещё тот чехол, я вам так скажу. С коржей и Родиэтом убивать, а, блин, совсем перебор. Их можно приманить. И туда просто судно подлететь Матрица. Матрица не кидает Люру. Вот она, Матрица пошла. Интересно очень. Ну, вот Марика нужно вперёд вот по нему атакует, но с флэшем-то и по другим попадает. Вот эту вот Матрицу сразу посылаете к Люру, чтобы он атаковал руль. С премум стрим перестал работать. ГГ, пища церкви. 2-1 тиран победил. Сейчас будем разбираться. Спасибо за премиум. Ну, что я могу сказать? Сегодня об этой проблеме писали уже, просто я не знаю, пофиксили или не пофиксили. Так, давайте-ка сейчас я загружу следующую replay. Так, не тот захват, прошу прощения. Поехали. Проблема, что с премиум, кто активирует премиум, у них стрим что-то не работает потом. Не знаю, в чём там проблема. Такая ситуация есть. Ну что, следующая игра у нас SPX играет против Хермса. Я не знаю, кто такой Хермс, но SPX это наш игрок русский. Я не помню из какого он города, но может быть кто-нибудь мне напомнит. ТВТ у нас получается. ТВТ в первом StarCraft всегда интересно. Вот, обычно оно такое длинное мобильное. Ну, что здесь будет, сейчас посмотрим. Всегда мех обычно там. Ха-ха-ха-ха. А как-то в первом StarCraft тоже можно как-то открыть было, по-моему, чатик. Я забыл, как он открывался. Да, счёт надо поменять, прошу прощения. И игроков нужно поменять, ё-моё. А я в той игре тоже счёт не менял, да, походу? UCSDHerms. Тяжело, тяжело. Вот так вот. Ну что, можно продолжать смотреть со спокойной душой. Лимит в 15 среднего тирана через барак. Факта должна заказываться. Первое, конечно же, ТВТ всегда через факту. Вот у SPX факта я вижу, что пошла. Ё-моё, здесь ещё факта даже не заказывают. Смотрите, насколько позже. ну, на треть практически факта позже. И это чревато, на самом деле. карта Fighting Spirit, кстати. Вот она, такая карта. Main 9 минералов, вторая база 8. Далее база ставится либо с этой базиции на 6, либо на 3 часах. Здесь примерно то же самое. Вот эта база, она как бы спорная получается. Либо наверх ты уже развиваешься, к респам к другим. Ну и в центре базы. Вот такая примерно у неё система. Здесь широкая рампа, выход со второй. Сюда вот на дальнюю. Здесь тоже клив. И, короче, интересная такая карта. Барак летит вперёд. Марь... Опа! Четыре марика плюс гелионщик плюс... Нет, КСМка, видимо, собирается строить СТ-шку. В марика плюс гельонщик готова. Сапплай-блоков не будет. Ещё будет для вультуру сейчас заказано. Нет на Y-чатах нет никаких. Ну, посмотрите, здесь что он... Оооо. Сапплай-блок. Посмотрите, в ультура не строилась некоторое время. Четыре марика в ультурка приходят от СПХ к Сиреневому Мультирану. Здесь к СМке выводится, чтобы отбиваться, пытаться. Но контроль от мариков СПХ уходит наверх. Здесь, конечно, готова вультура, но проблема уже есть. Одна вультура стоит, еще СПХ не законтролил ее немножечко. Нужно заезжать, нужно минусовать. Заказа нет. Танк сверхпоздно заказан. Вычинивать вультуру не смог сиреневый тиран. Это просто провал, я называю. Но очень слабенький какой-то сиреневый игрок. СПХ молодец, пришел просто 4 марика вультура. В первом Старкрафе такое случалось, что с трех ударов вультура 20 демеджа наносит по рабочим, то есть по тирановски с трех ударов. Зерговского тоже с трех, потому что есть реген у него. Один хп он успевает регенить, а Бропсовского 2 он еще убивает. В итоге 13 лимита здесь остается здесь 28, вторая ЦЦ-шка, есть полный провал. Здесь уже и танк у СПХ готов. Еще что-то тут, что-то он убить уже успел этот танк. ЦЦ-шку продолжает строить. В итоге барак прилетает, ну и что дальше? Не, на самом деле, учитывая, что СПХ и так лучше играл, до этого видно, и такие потери по рабочим, это уже стопроцентная ГГ практически. Как я понимаю, танк у осада уже готова у СПХ. Все же просто вытеснять оппонента. Вперед будет идти танками. Второй танк... А, еще в райты строятся. В райты их вообще сейчас нечем законтрить. Они как, вы помните, вот этот мувик, ну, мультик про первые Старкрафты, да, где смешно, смешно там очень было. Вот танк законтролил свой СПХ, другой уехал вдвоем, сейчас пойдет вперед. Короче, два танка, посмотрите, два в два танка убивает, и в райт прилетает, минус танк, ГГ. Ну, тут изи для СПХ просто. Нужно смотреть более интересно, конечно, уже дальнейшие стадии этого турнира. Я напомню, раз в неделю буду стримить вот данный турик. Они будут поинтереснее, я так думаю. Так, вторую игру загружаю. Поехали. Счет надо поменять. Так, СК-2 пока не будет. Может быть, если вечером что-то будет у нас какие-то турниры, может, будет СК-2 вечером. Я пока не уверен. Ультурка с двух ударов, из Эрговского и Процессовского, рабочего, убивала. Почему? Потому что никто, по-моему, не успевал ничего регенить. Щипил просто даже чуточку побыстрее, чем ХП-Зерговские регенились. Или все-таки с трех. Не буду врать, я что-то уже точно не помню. Ну, две ультурки-то с удара, понятно, убивали. Тирановского с удара не убьешь. А кто у нас кто? Херм с желтой, SPX с зеленой. Ну, видно, что SPX уровень значительно выше, чем оппонент его. По первой игре было видно это. Карта Медуза, да. Ну, что, здесь газ-барак у желтого. Посмотрим тайминги. Барак медленнее. Газ медленнее. Вот в первом Старкрафте вот такие моменты всегда решали. Руки кривые, даже в начале в самом уже отставать начинаешь. Ну что, тут желтый ездит, разведывает. SPX тоже разведывает, но не найдет он оппонент свой. Сейчас видеть, что никого нету здесь. Здесь КСМ тоже приезжает. Желтый газ депошкой не заблочил. Такой газ даже чуточек... Ну, не знаю, как бы считалось, что может быть на какие-то там сверх маленькие проценты, даже лучше, что прямее рабочие носят. Хотя здесь практически так же они. То есть это... Ну, как минимум, эта депошка не мешает добывать газ вообще никак. Так что, я думаю, примерно одинаково. Здесь КСМ-ка поймана была. Факта почти готова. Здесь факта немножечко отстает, но не так просто. Игре вроде. Так, ага. Что SPX тут затеял? Посмотрите. Вторая факта пошла. Что это может значить? Почему он так играет? На Медузе, на Медузе, как и в первом... Во втором Старкрафте тоже карты подобным образом делятся. То есть некоторые карты... Ты... У тебя мейн на хайграунде, здесь вот клиф, например, есть, и туда нужно заезжать. Ну, вот как здесь. Где бы... Где-то там бы была база. Здесь же карта одного уровня. То есть... С мейна в центр ты не имеешь клифов. Просто выходишь по центру, едешь сюда. Поэтому, поэтому... Так, вынужд... Косяк от SPX-а. Сапплай блок из ЖДП-шка поздно заказан. Вынужден он был в вультурку свою бить. Поэтому эффективно на таких картах играть через вультур. SPX это понимает. Здесь у нас Старкворд. Плюс факта. Но если вультуру у SPX-а будет достаточно, можно просто... Да, и делается. Причём первым играет не на Минке, а на Мув. И на Муве можно проехать, просто убивать оппонента. Так, здесь КСМ-ка едет вперёд. Вультурок не хочет SPX показывать. Одну показал. Типа такой сейчас... А оппонент его ещё сам идёт к нему в лапы отдаваться. То есть сейчас просто пять вультурок разваливают всё это нахрен. Контроль от SPX-а неплохой. Законтролил демеджа нарубл. Законтролил тоже тирана одну убил. Но нужно ехать вперёд. Вот здесь юнитов на данный момент... А, нет, танк. Сейчас будет один танк. Но у вультура сверхбыстрый юнит. Раз подчёркивание, Брейн поддержал ваш канал на сумму 10 тысяч рублей. И они очень хорошо заезжают. Блин, Кирилл, ну ты-то как обычно. Спасибо тебе. Первый блин, конечно, может быть комом. Вот, но... Мне пока нравится всё. Вот все бы так, как SPX бы ещё бы играли. Вообще бы замечательно было. Приехали в ультурки. Демедж рабочим нанесли. Не критический, конечно, но серьёзный уже нанесли демедж. Здесь уже минки вовсю пошли. SPX пытается наставить, будет ли он минками пытаться. Здесь танки как-то, я не знаю, подблощить. А вот заезжают две в ультурки. Посмотрите, если минки есть, минки есть, и всё, танками попробуй вернись сюда, чтобы подбиться через минки. Тяжело. Бам! Одна минка делает залп, вторая минка делает залп. Минус два танка, ГГ, ребятки. Но SPX сильнее просто. Оппонент свой он уже, при этом всём он уже строил Голиафов. Спасибо, Кирилл, тебе ещё раз. Это было серьёзно. Ну что, кто тут процессов просил? Гружу реплей. Так, так, так. Поехали. Нужно текст поменять. Так, хорошо. упрощения, и играет Девалд против Кэтс Пау. Девалд это тот процесс, о котором сейчас говорилось буквально недавно. Здорово, все хорошо. А вот SPX от Владивостока. И если я тут забыл откуда SPX, честно говоря, с нулями тут не ошибиться. Так, а кто из Владивостока? А, ты про себя? В 2006-м, может, что-то я не помню, проходил. Я что-то помню такое, да, что-то было когда-то давно. Я просто 2006-й свой слабо припоминаю. Я помню, что в 2005-м, из Питера первый раз в Питере пошёл, а в ОЦГ и пятое место даже занял на финалах. Андроид, там, по-моему, андроид очень сильно, конечно, когда играл. Прямо второе место в мире занял. SPX, я помню, да, SPX откуда-то оттуда, типа Екатеринбурга, просто SPX, Кеми, я помню, они из одних краёв тех, примерно. Так, ну что, пытается Dewalt влочить. А, погодите, это не Dewalt, это LRM Head Spout пытается пиломить влочить. В чём смысл? Вот эта пробка, она не может добывать, она заблочена. И вокруг ещё и ресурсы носит. Здесь у нас второй барак пошёл. Здесь у нас тоже два барака, и зилки идут. То есть ещё и прессинг зилками после этого, при отсутствии газа. Ну, опасно это. С эскейпом рубил его, это ты где. Ты с эскейпом рубился, я ещё не помню. Эскейп тоже, конечно, силён в те времена. Я как раз тоже эскейп, помню, в пятом проиграл. Четвёртого сзади, в пятом. Так, где зилки приходят? Ну, попытка будет пробок выбивать. Зилки, вот такие зилы-то в первом Старкрафте. Они майлайф украют. Нужно контролить постоянно, конечно, иначе будут их убивать. Но, вот рукастый прот сможет зилками, вот у оппонента 3, можно двумя его в хлам развести. Если он тупить, правда, будет. Тут что-то как-то жёлтый прот, я вижу, не сильно прям такой контролёр особый. В бараке что-то бьёт. Ему не законтролить, я вижу, просто не законтролить. Нужно как делать? Нужно одного сюда, одного сюда из двух направлений просто контролировать. Вот один зилок приходит, видите, здесь никого нет. Можно рабочих щемить просто как хочешь. Ну, подконтроливаю, одевал, правда. Ура-бам! Ура-бам здесь просто не успевает сам, а смотрите, как у него мало. Он, то есть, улынет, фактически, в бараке. Здесь же рабочих достаточно. То есть зилки против зилков просто в тупую бьются. И здесь уже накопилось очень действительно много зилков. А именно, если быть точным, шею, что-нибудь... И сейчас контр-атаку сейчас дивал пойдёт ещё. Правда, кибернетки почему-то я не вижу и не вижу газодобывающего. Хотя, вот уже можно было ему с ругунов походить, начинать постепенно. Как он увидел, что уже всё не очень хорошо. Так, здесь зилонов некий был подкушен. Здесь зилонов зачем подстроился, пока сам не понимаю зачем. Рабов вроде отстроил, но он дивалк всё равно больше. И кибернетка закажет. Ну, молодец. Луны пошли. Здесь у нас 30 лимитов на 40 лимитов. То есть здесь и боевого побольше, и рабочих побольше. Начинается контроль. Точнее, контроль я другое сказал. Начинается просто битва. Контроля я особо здесь не наблюдаю. И вот жёлтый тоже зилков построил. В итоге, что мы имеем? 7 зилков против 6 зилков. Ну, здесь демедженых, правда, здесь тоже демедженые. Есть. Давайте, смотри, нужно постоянно перекликивать в первом Старкрафте, иначе не посмотреть хп. Да, здесь два красных, как, собственно, и здесь два красных. И жёлтенький. Один зилок, правда, прорвался через, смотрите, через ряды, через ряды жёлтых зилков. Сейчас он тут устроит минералов. Но стэк рабочих в первом Старкрафте – это очень интересная штука. Чем она была интересна, эта штука? Тем, что можно так стэщить их, что зилок вообще бить не будет. Посмотрите, вот как они пилят, а зилок тупят. Вот и всё. Во втором Старкрафте этого нет. На самом деле, это очень скилловая интересная тема была. Так, здесь зилки наверх заходят, но криво заходят. Один минус в итоге. И вот Нексус, что ты делаешь? Как к чёрту Нексус? Здесь драгуны пошли. Но тут видно, что он понемножечку справляет. Гэт Пау пишет ГГЭт, понимая, что против драгуна он ещё противоставить нож. Здесь ещё и роботик, вот он проявился. А что значит роботик? Что ревер скоро полетит вместе с шаттликом? Ну тут тоже, судя по всему, наш игрок по уровням выше значительного оппонента. Поскольку я вижу. Погнали далее. Так, прошу прощения, ребят. Я даже не поменял нахрен игроков. Сейчас правильно. Никнайм ссорил РМ. Кэт Спау ЛРМ стал рекламен. Я помню его ещё давно. Так, так вот. Я помню что он — Кэт Спау ЛРМ Как-то так Алиса не дремлет Ну а по поводу поддержки Всем спасибо ребят за поддержку Опять же она сейчас необходимо Несколько дней проболел В пятницу 30 лет исполняется Денек другой стримить не буду Возможно на выходах Но только если поправить У меня осложнения пошли У меня бактериальная ангина Как выяснилось У меня лимфоузлы просто позавчера Так опухли что я Вчера и сегодня ночью Я даже глотать не мог Просто пить нормально даже Хорошо хоть дышать Потому что бывает Что еще жестче раскрутить И дышать тяжело будет Ну что Два барака у Девалта В этот раз Но он не улынет В общем-то с этих двух бараков Получается Почему? Потому что Пилон второй есть Рабочих он тоже при этом Отстраивался Если это улын Это скорее прокси Какие-то бараки были Либо бараки более ранние Да нет Уже все нормально Не волнуйтесь Так Пилончик Заоблочил Смотрите Минерали на пилон Пилон вражеский Сейчас Это ЛРМ Кэтспал Стоит пилон И сам играет Драгунов Здесь зилки Вперед идут Уже Зилок точнее Один Ничего не написал Ну поэтому Он нажал Enter Написав Что-то матом Видимо Или как-то Я не знаю И Алиса Как бы Не дает И вот Кстати Очень интересное Здание Ставит сейчас Товарищ Кэтспал Это как раз Таки батарейка Щитов Она пополняет Поля Тоже многие Рассказывали И я вам Рассказывал О том Что есть Интереснейшее Здание В первом Старкрафте То есть Зилок Сейчас может Биться И поля Пополняет Пробка Зилком Пришла В чем Смысл Пробки Зилком Зилок С трех Ударов Пробку Убивает А пробка Зилком С двух Потому что Она с рейнджом И она Дэмэдж нанося Дает Зилку Возможность С двух Убить Но опять же Стэк рабочих И получилось Сотбиться Но тут В это время Два Зилка Подходит Еще получше Девал С контролем Этим Первым Зилком Духлым Куда-нибудь Куда-нибудь Туда Зилка Убил Одновременно Двумя Ворвался Пробки Тупят Очень жесткий Тупеж У Красного Процесса Производится Пробки Падают Зилком Драться Не надо А Зилка Закупутил Даже Здесь Зилки Духлые Остаются Минус Зилки Но Посмотрите Ситуацию По лимиту У нас 27 В 19 17 То есть Боевых Юнитов Здесь Раз Два Зилка Четыре И здесь Четыре Лимита Боевого А Здесь Еще нет Здесь Восемь Пробок Серов Больше Правда Газа Пока Нет Устроится Форжа Для чего Форжа Чтобы выйти Спокойно В Нексус Когда Атака Агрессия На Зилках Закончится Задача Зилков Убить Побольше Рабочих И выйти Спокойно В Нексус Поля Пополняют Батарейкой В попытке Фокусить Пробок Пробки Фокусятся Непрохо Зилок Минус Компании Лотов Да Батарейки Были Тут уже Сталкер Есть Рабочий Все равно Много погибло Еще одного Рабочего Терять Не очень Нужно Красного Пробства Науна Не потерял Но Пробки Все равно Все время Катаются А в это Время Они Естественно Не добывают Пока Они Стэка Из этого Распределятся На минерал Вот они Только Только Туда Выезжать Начинают Это Всегда Занимает Время В первом Старкрафте Всегда Это Все Тяжело Здесь Уже Если бы Рейндж Делал Правда Сталкерам Красный Товарищ Можно Было Пройти Тремя Сталкерами Простите Ким Сталкерами Драгунами Конечно Что я Отнесу И Отсюда Выбить Вот эту Фатонку Выбить Пилоны Убить Все Пока Этого Нет Кибернет Здесь Только Только Заказано Зато Парабам Все Замечательно Приходит Драгун Он же Друган Конечно Нужно Контролить Драгуном Можно Контролить Так Как И Сталкером Против Зилка Чтобы Вообще Его Ни Разу Не Ударил ВВ Никто Слабым Не Считался Как И Во Втором Старкрафте Ну Что Кибернет Сейчас Будет Готова Будет Заказано Друг Ну Нужно Сразу Рейндж Заказывать Покерам Конечно Почему Два Заказывали Сначала Разделал Тос Нужен Рейндж Рейндж Нужен Для того Чтобы Контрить Рейндж Оппонента А я Так Понимаю Здесь Рейнджа И не Было В итоге У Красного Процесса 37 Лимита На 30 Здесь Уже Две Базы Добывают Сколько Рабочек Добыча Намного Больше Здесь Одна Еле Еле Добывается Роба Заказ На Сталкер Вперед Вести Здесь Пробка Идет Будет Найдено Если Через Атаку Сталкер Идут Через Атаку Зашли Бронку Минус Нуля 5 Драгунов Был бы Рейндж Хотя Нет Здесь Четыре Потомки У Потомок Рейндж Повыше Рейндж Кстати Не написано Ни Клина Третий Гейт Четвертый Просто Драгуны С четырех Бараков Здесь Будет Попытка Продавить Либо Будет Пытаться Блощу Так Тупо Стоять И Выйти В Нитус Красный Прот ЛРМ Кэтс Шумач На ГСЛ Идет Архон Мод Наверное Роба Запилена Четыре Барак Работают Фатон Минерал Так Нет Апсет Здесь Фатон Есть Здесь Роба Я Видел Роба Есть А Я Думал Это Будет Что-то С Ривером Какая-то Агрессия Но Нет Это Передро Драгунов На Мейн Но Это Ошибка Почему Здесь Юнитов Не Намного Меньше Плюс Драгунов Наш Прод Оказался Сильнее Естественно Ну Ну И Известная Всем Синяя Зубная Паста Из Дохлых Драгунов Ну Ну И Что Последняя Бутрина Сегодня Я Выбрал Пять Бутри Матчей С Еще Одним Нашим Игроком Что-то Очень Много Зеркалок Я Не Думал Что Их Столько Много Но Наших Я В Принципе Хотел Постримить Поехали Эрмаст Играет Из Москвы Пропс Насколько Я Помню Кирилла Алиска Удалила Поэтому Не Сможет Мне Сказать Если Только В Скайп Напишем Вот Лансер Икс Да Против Зерга Играет Кстати Какого-то Кат Пейн Давайте Переименуем Игроков Только Счет 0-0 На данный момент Продолжение следует Ну что, здесь у нас гейт на второй базе, трилончик сверху через гейт, зелка со второй играет у нас. У зерка пул без газа, то есть линги, но это не самые агрессивные линги, соответственно, разведка идёт, сейчас приедет и поймёт, что происходит. Ну что, здесь дрончик выезжает, нужно площадь пытаться, пилончик пошёл. Неплохо. Линги бегут вперёд, но здесь два зелка уже будет очень скоро, поэтому линги особо ничего не смогут сделать, наверное. Ну, зерк на третий поставит хату вторую, это стандартно, вот это-то всё из первого Старкрафта, то есть на вторая заблочена, ставим на третий сначала, а потом, собственно, второй. Здесь пробка дрона, правда, сбили его очень удачно. Линги что-то прибежал, вообще какую-то хрень делает, на самом деле, зерк. Прибежал, лингами возвращается, а здесь ещё три зелка уже сейчас будет, а дальше ещё больше будет, то есть можно ещё зелками будет контратаку просто пойти. Пилонов раз, двух. Так, пилона два нужно. Ну, третий, так, третий пилончик пошёл, понимает, что газ может, пусть скоро понадобится. Линги в шесть, как было, так и есть. Пробочка минус. Робот 468 поддержал ваш канал на сумму 300 рублей ровно, пострим ещё брудвар, пожалуйста, не заканчивай. Ну что, тут сделки что-то на рампу встали, зерк отменил вторую зачем-то хату, я не знаю, зачем он отменил. Сделки блочат рампу, здесь макро хата на хайграунде, потому что муф лингом заказан. Муф, это, конечно, опасно, здесь нужно... Да, фаржа пошла, стеночка будет, но это типичная стенка. Кстати, здесь проходов нет, только вот здесь будет в итоге. Спасибо, робот, тебе. А вот через минералвок зелков собирается разогнать. Смотрите, кстати, в чём суть? Берёшь дронов, просто проезжаешь через зелков в минерале, ну, кликаешь вот в эту, они через них проезжают, и ты, когда в момент проезда сквозь зелков кликаешь дронов на местность, они начинают купить, и зелки с холда сбиваются, и линги пробегают мимо. Но если зерк решил масс лингов сделать сейчас, то это ошибка очень большая с его стороны, потому что там уже стенка есть у оппонента, и здесь будет фотонка, сейчас здесь два зелка есть, как бы, они хорошо стоят, даже три уже зелка. Один, правда, спереди, вот этого нужно назад было увести, очень важно, чтобы они в линии устояли. Нексус начинает добываться, ещё у процесса всё нормально, ещё и Старгейт ставят, что сейчас выход в Корсара будет абсолютно очевидный. Пытаются лингов масс-масс-масс вообще. Ой-ой-ой, сколько... И чё, репку глючит, что ли? Не, репку не глючит, просто зерк накопил 600, вы чё, совсем с ума сошли, что ли? Зерк с перебором накопил, просто... Протс тоже просто стоят, и Корсары как-то странно строятся сейчас. Спасибо тебе, робот, за поддержку, ещё раз, но вопрос в том, что... Зелок нам и не очутился, это с третий, похоже, он пришёл. Просто в том, что у меня репок больше нету. Хотя я могу, в принципе, там скачать пару репок. А, не, вру, 17.47. Знаешь, что я тебе скажу? Завтра лучше приходи. Я думаю, что я часть игр постримлю завтра просто, потому что сегодня мне уже с Чарликом сейчас нужно идти будет гулять. Так, лингов много, они что-то тут соберут. Так, а что линги-то? Будут вырываться, что ли? Будут вырываться смысла я не вижу особо. Зелки на халде стоят, хоть не особо хорошо они стоят. Прилетает Феникс. Прости, Феникс. Конечно, Корсар какой-то, Феникс. Ну, Гидрал появляется, он Корсара отгонит сейчас. Гидралом делается мув. Рейндж тоже можно им будет сделать. Во сколько? После Старлиги. После Старлиги. Вот уже два Корсара начинают оверов сжечь. Они... Смысл этого юнита в чём? Он достаточно быстро атакует. У него маленький дэмэдж. Пять без грейдов. Но он бьёт сплэшем. Причём сплэш у него самый жёсткий, воздушный. То есть он такую очень большую площадь сберёт и у него есть каст ещё, который пушки закрывает. Ну или любые рейнджовые юниты, которые находятся снизу. Так. Угу. Два Корсара и дарков двух штук сейчас строят. Дарки, это, конечно, интересно. Гейтов всего два, правда. Чар с зелком делается. Плюс один с зелком. Ой, как зелки сейчас лингов с плюс один будут разваливать. Эволюшена здесь нет. Зерк немножечко подожил, я смотрю. На мейне рабочих достаточно много. На второй четыре уже добывают. Будут ещё больше. На третьей базе тоже дрона всё больше и больше становится. Корсаров три штучки. Дарки начинают лингов резать. Зерк не видит этого. Это ошибка. Ну чё, зелки вперёд выходят вместе за арками. Далее пси-штормовички строятся. Шторм агрейда не наблюдаю. Может быть, архончик это будет. Корсары пытаются прилетать, что-то убивать. Макро-хата на треть пошла. Второй тоже макро-хата. В первой Старкрафте много макро-хат ставили. Почему? Потому что там королев не было, который ничего не делал. Я не халял. Пробегают сделки на мулю плюс дарки. Проблемы у Зерка просто гигантские. Дарки разваливают. Обнаружить нечем. А между прочим, в первом Старкрафте овере без всяких грыдов обнарушителями, детекторами сразу же были при старте игры. Это очень похоже на ГГ, потому что здесь люра нужна или что-то такое, чтобы отбить. Гидрой уже хрена отобьёт. Выпиливают тех оверов у нас. Корсары. ГГшечка. Так, ребятки, счёт проставляем. Спасибо всем ещё раз за поддержку. Папюрли. По пюрли. Так. Забыл я, как чат просматривать. Кто помнит, как в рудваре чат можно... По-моему, как-то можно было просмотреть. Я, честно говоря, ребят, не помню ни хрена. Четвёртый пул, вы чё, блин? Ты чё творишь, ребята? Четвёртый пул со стороны зерга. То есть, как это делается? А, это нет, это пятый, получается, пул. Или какой у нас? Я пропустил. Ну, просто четыре сначала рабочих даётся, и с четвёртой ставить то три остаётся. Может быть, уже потом дрончик один был заказан. Ну, короче говоря, очень ранний пул. Самый ранний. На этой карте иногда так делали. Против фаржи это слабенько работает. Против гейта, кстати, хорошо работает. Ещё и прилетает зерк, сейчас всё спалит. Что происходит? Чё здесь? Два барака будет делать маст? Да, два барака зерк спалил. Овер спалился. Поехал вперёд. То есть, это тоже такая чизерская, на самом деле, тема два барака. Сейчас спалит, в общем-то, у нас маст, что делает зерк, но... Скон сможет этим лингам противопоставить. Ничего. Скорее всего. Побежали линги вперёд. Шесть штук. Диллок один будет готов, может быть. Ну, тут тяжело будет шесть лингов переконтролить. Мимо пробки линги пробегают. А пробка здесь ездит с такой же скоростью, как и линги. Не как во втором Старкрафте она... Во втором она медленнее ездит, что линги постоянно его кусают. В первом одинаковая скорость у собак с рабочим. Всё, диллок готов один. Ну что, смысл? Здесь вот его смысла я не вижу. Кстати, сверху... А, здесь проход есть. Вот ошибка где со стороны бродца, конечно. Линги пробегают. Минеральную линию рабочих немного. Но я, как и говорил, это чизерская тоже тема. Зилки криво заказаны. Вот одного здесь нужно заказать, а не два в одном бараке. Так, лингов восемь штук. Сейчас вот пилончик пытается подрызть на мейне. Пилончик подгрызёт достаточно быстро. Зилок приходит. Зилок сюда пришёл, не понимая, ошибка. Контроль, правда, зерк не получилось окружить. Но в первом... В первом в Старкрафте окружать почти нереально было. Пилон минус, соплай блок. Два зилка живы, конечно. Так, как он будет пытаться переспойти. Принимает зерк уже бой с зилками. В рабочих не советовал бы я ему врываться. Но слишком демеджные зилки. И ещё лингов он достроил. Некоторое количество они подбегают. И ещё линги. То есть решил поулынить уже до конца, что называется. Зилка одного уничтожного, второго 16 кп. Здесь три зилка есть. Но они пытаются... То есть тут маст пытается блочить проходы. Но нужно и здесь, и здесь зилков оставлять. Что, контратаку пошёл уже, что ли? Куда-то пошёл маст, не знаю. Но здесь плётка заказа, да? Просто одна плётка против зилков будет. Здесь у нас рабочих убротся уже столько, сколько у зерга. Но это всегда печально для плоти, когда такое зеленое оно происходит. Минус линги. Но пять пробок. Пять, ребята, пробок. Шестая вот достроила. У зерга, правда, тоже пять рабочих. Но у зерга-то линги всё бегут и бегут сюда. Ну, кстати, слушайте, тут... На самом деле не всё так и для зерга-то замечательно. Рабочих убротся даже больше. Боевых юнитов больше. Ещё одна пробка погибла. Зерг понемножку отстраивается. Проблема в том, что просто ведь может зилками и контратаковать сейчас пойти. Ну, четыре зилка против плётки. Они плётку-то убьют, конечно. Но достаточно построить просто шесть лингов и всё. Четыре зилка не смогут убить. Попытка забрать пилон. Линги ещё-то бегать начинают. Заметил, Зак, что пилон не так-то пробку забрать. Линги все краснющие. В дронах, в пробок чьи не врываться и не очень. Нужно всегда, когда такая ситуация идеальна, пробку сконтролить. Посмотрите, и так добыча пять пробок. Ещё и две стоят. Тупят. Вот сейчас линги мимо пробегали. Так маст хотя бы законтролил. Послал. Ну, ещё одну пробочку забежать. И линга всех потерял в итоге. Угу. Ниндзя хата пошла. То есть, решил сныкать хату. Это, кстати говоря, получается ничейный ниндзю. Вот эта база дальняя, которая относится... По сути, третья база отсюда, которая к центру направлена. Почему? Потому что здесь с этого респа на неё, чтобы выйти, нужно вот это пробивать. Кстати, я помню медузу в ТВП для тиранов карта. Ох, какая халявная была. Ну что, хата пошла. Макро хата на мэне, чтобы прирост лингов увеличить. И зелки вперёд идут. Здесь у нас зерк, просто чинка хату, не знает, что она там есть вообще. Построил зелков. Вот на месте просто лезть сейчас не самое лучшее решение. Ему надо просто пробок строить, постепенно выходить сюда. Мув пошёл. Зелков уже семь штук стягиваются все сюда. Но зерк понимает, что тут какая-то опасная агрессия идёт, добавляет лингов побольше. Тяжело, да, зелками здесь. Хотя вот и сейчас прямо напасть без стека рабочих никак не получится отбиться. Зелки заходят прямо под плётку. Ну как-то со странной какой-то стороны заходят у нас мастер. Так что один зелок сразу же погиб. Ещё и под стек на газе попал рабочий. Вот отсюда нужно было выходить, чтобы рабов сюда зерк вынужден был уводить. И уводя рабов туда, сразу бы он хату свою спалил. Почему бы здесь не было хаты? А просто... Хотя не обязательно хату. Где-то... Ну где-то должен висеть овер на минеральной линии, например, что не всегда происходит. Хотя вот сюда вот в газ можно даже стычнуться. Откуда было бы. Мув лингом готов. Здесь зелки на халде. Прям весь проход, смотрите, собираются заблочить. Но... А-а-а! Здесь группка забежала небольшая. Лингов сюда, к протасу. Поплощается рабочих подрезать. Но тут стек пробок мешает это сделать. Пиши. Струбается паржа. Пожалуй, может не успеть помочь. Ну, привыкайте. Теперь Broodwire будет в неделю один-два раза стримиться. Раз, если вам понравилось, то я завтра... Так как завтра всё маленький стрим будет. Старлига очень недолго. Завтра всего 2-3 будет. Вот. Я буду стримить тогда оставшиеся... Заново их нужно скачать. Я подготовился вчера, часть удалил в итоге. Чтобы остались только то, что я хотел постримить. Зелки возвращаются назад. Зерк масс масс лингов настроил. Десять лингев всё ещё развлекают. Анонсы перед стримом всегда запилены. У вара тоже немножечко. Так, нет. Вспоминать ничего не будем. Будем смотреть новое видео. Это уже в будущем, если только. Ещё лингов на дома сбежит. Очень большое количество. Заказывает дроны. В итоге далее Зерк. Будет ли прорываться за гейты? Можно прорваться за гейты? Ну, Зерк принял решение, что нафиг ему за гейты прорываться. Он просто решил их взблезть. Кстати, криво грызёт. Здесь делок Михаляр. Кстати, с щифтем бьёт. Вот гейты падают. Нужно ли с этими делками драться? Хорошего вопроса. Здесь действительно много. Нужно просто контролить. Демаджи на гейт. Ну, в конец уже отвалить. Разварил лингов. Но один вечный лингов. Устроил целый дом. Целую фотонку строящуюся. Ну, пока строящаяся, хлипкая, прибежал. С ноги просто леса эти. Тот, и спил на фотонке. Где здесь леса? Они тоже там морфятся где-то. Сегодня просто ещё больше не буду стримить. Потому что в первом Старкрафте много нужно разговаривать, объяснять. А у меня горло не очень как-то себя чувствует. Так что, ребят, там... Завтра-завтра. Проходите. Я ещё не до конца. У меня ещё жёсткая болезнь пока. Ну, что, маст отбился. Посмотрите, у него 400 минералов сейчас будет. Может, нексус заказать. Но он-то думает, наверное, что зерк тоже с одной базы живёт. А зерк-то никакая не с одной базы живёт. Уже мув гидре пошёл. Переводится немножечко дронов на дальнюю. Так, чё-то здесь и так... А, Овера чуть не подрелал. Овера залетел на Фатонге ошибочно. Гейт добавляется сейчас мастом. Кстати, он вообще без гейтов был буквально. До этого некоторое время... Значительное время жил без гейта. Здесь пилончиком контроль. Это то, о чём я говорил, чтобы сзади никто не ворвался. И здесь третий нексус есть. Но здесь всего 5 минерален без газа. Но всё равно такая база полезна будет в любом случае в перспективе. Но просто пока не спешит её ставить. Также не спешит он грейды пока делать. Пробочек немножечко отстраивает. Адзер Гаулын с гидрой идёт. В чём его суть в том, что он сейчас здесь делал мув гидре, и делается рейндж, и он за счёт рейнджа сначала убьёт вот этот гейт, а потом и продавит Броксу. Уж потомки сейчас на завар ставят за пилоном. Если Брокс ещё в центр пойдёт с делками, так вообще его можно развалить будет. Плюс один не заказан, хотя 200 газа. Вообще на 200 газа ничего пока Броксом не заказан. Вижу пару гидралисков плюс лингет. Брокс тоже видит гидралисков пару. Видит, что ему в гидралиском готов. Здесь какие-то пробки... О, мисклик от маста. Какой-то он пробок ведёт своё. Не законтраливает. Конечно, здесь линги пытаются нагонять зелков, окружать вместе с гидрой. Хотя первым старкапсом нереально практически было сделать, но мешать можно было отступить. Приходят гидра сюда. Лимита 50 на 46. Лимит почти одинаковый. Брокс панически добавляет батонов. На одном артозе спайлоне, так называемом. И если сейчас этот пилон убить, то это минус всех батонки будет. Но да и нам-то зерк, правда, пошёл. Будут эти как раз-таки батонки атаковать. Минус одна. Зерк тоже плохо берётся сейчас реально. Пилончик нужно заказать. Батонки ещё ставятся. Ещё батонка ставятся. Здесь третья хата и прессинг продолжается. Лэйр готов. Обычно просто не выдерживали такого. Почему? Шезерк понимает, что раз просто в патонах ставят, у него нет продакшена. А даже зелки здесь особо ничего не сделают. А, грубо... Единственный шанс Маск понимает для него сейчас, это выйти в ривера. Вот у него строится для ривочков здание робо-бэй. Он есть и в втором Старкрафте. Он даже похож в втором Старкрафте, да, вот робо-бэй. Но в это время атака пошла. Гидра идёт вперёд. Гидра очень жёсткая. Патонки в первом Старкрафте гораздо сложнее, чем в втором. Хотя и гидра гораздо сложнее, чем в втором гидре. Вот сейчас эти пилон... Куда ты лезешь? Патонку ещё не пускать. Но даже пилон не пытается зарядку пустить. И рубает фотонку понемножку. Гидры много идёт, достаточно здесь прироста. И получится пробить. Патонки заказаны, но падает пилончик в этот раз. А, вот здесь есть ещё пилон, сзади лево. Перестраховочный пилон. Патонка минус, ещё патонка минус. Больше патонов нету, ребят. Один-один. А вот ревочок выпал, сможет... Попытается масса, наверное, ревочком сейчас что-то сделать. Но без фотонок это печально. Блин, не увидели, как стреляет, а? Покажите, покажите, как же... Сказал название игры следующей. Покажите, не показали, не показали, не посмотрели, как ревер стреляет. Так, сейчас, ребят, продолжу. Стул у меня тут разваливается. Надо запилить. Сейчас скоро поправлюсь, уже буду кресло вебки покупать помаленьку. после дня рождения, после 30 лет. Так. Ну что, один-один счёт встал. Поехали. Поехали. Ну что, хардбрейк? Ридж-карп. Ридж-карп. Достаточно интересная такая карта. Здесь зерги очень такие жёсткие обороны делают. Делать любили вот в таких вот местах. Люра, Гидра, Скоржи. Но просто достаточно просто здесь взять базу, вторую. Но здесь есть интересное место такое. Вот здесь вот. Здесь несколько минералинок по ноль. То есть можно привезти просто одного рабочего, он будет добывать, и там через некоторое время он всё здесь добудет, и откроется проход. То есть можно лингами просто, например, вот отсюда так вот прибежать, с мэйна выбежать, вот так пробежать, прибежать сюда, через рабочий сгрыз, и ты забегаешь просто к оппоненту. Фатонки, застройка, вот с этой стороны, а ты забегаешь вот так вот на мэйн. Фаржа, да. Я помню, что фаржа, вот я даже сейчас вспомнил, как мы застройки делали здесь, фаржа должна вот именно вот этим краешком ставиться к газу. Вот именно так, как она здесь сейчас состоит, чтобы была нормальная застройка. Тогда вот здесь вот фотонки в эту сторону ставятся, здесь не эксус, соответственно, сюда гейт. И получается грамотная застройка на этой карте. Ну что, пул готов. Пул первый у зерга, нахера ему пул первый здесь на этой карте, непонятно. Нексус заказан, просто даже не боится этого пула, ставит спокойно там нексус первый. Хотя, если бы это было 6 лингов, это могло быть опасно. Фатоночку, да, не вплотну к пилу он ставит подальше. Почему? Чтобы вот этот, чтобы вот, если здесь линги соберутся оббегать, фатонку побольше выстрелов сделало. Пошёл гейт. Вот есть пробка. В первом Старкрафте разведывать можно было против любой, в принципе, раз. Особенно против зерга, у него рейнджовых юнитов нет. Против протца до появления драгона. У зерга ещё дольше рейнджовых нет. То есть собаки не быстрее пробки бегают, как во втором Старкрафте. И на крипе бонуса нет никакого. Нужно до бесконечности кататься. Главное, контроль пробку спокойно. Зерга сейчас двумя группками пытается пробку принимать. И принимает даже. Нужно уезжать домой, нафиг ее терять. Вторая патоночка пошла. Здесь вот кибернетку можно заказать. И проход здесь останется тогда, по-моему. Или даже вот сюда кибернетку. Я не помню, как кибернетка именно там ставилась. Ну что, здесь пробки выводятся, чтобы лингов подвозь, чтобы они нормально ворваться не могли. Хорошо пробки становятся. Линги прогрызают пробку. Хорошо, Фатонка, она раздавала лингам на прорыв. Но линги без мува, поэтому все нормально. Много слишком они сделать здесь не смогут. Готовы кибернетка. Старгейт, наверное, будет. Обычно здесь через Старгейт. Игралось, конечно, в первом Старгейт все через Старгейт. Практически такое после Никсуса игралось. Почему? Потому что у Талисков можно законтрить с коржей, убить оверов. Плюс и экономика неплохая. Пробки строятся в это время, и продут. На такой ранней стадии, что по две пробки стоят, это совсем печально. 27 лимита ЗРК, 31 Протса. У Протса два боевого лимита, то есть сейчас 4, то есть у него 20-30 уже рабочих у Протса. Тридцаточка рабочих получается. А нет, 2, 6, нет, 28, да, рабочих у него было. У ЗРГ я вижу пару лингов, Гидроден. У ЗРГ дронов сопоставимое количество, но чуть меньше. Ну, это стандартно. Вначале здесь нигде не пишется ничего, то есть только посчитать можно. Раньше, кстати, привычно считать вообще вполне сейчас. Даже репку смотрю, наверное, сейчас не живу. Ну, халява во втором Старкрафте все написано, считать ни в длина не надо. Линги с мум уже. Второй Зилок заходит, одного дрончика минус мум. Линги, какой-то побежал. Кой линги-то побежал. Зилок, пожалуйста, окружен. Минус Зилок. Идет еще один на третью базу. Здесь с эти линги не готовы. И не готов вообще Катпейн встречать с этих лингов. Делает сетплейти. Это дроп. Так, мув в Гидре пошел. Или, наверное, мув все-таки овером, чтобы дарки не убивали. Учитывая, если бы это был дроп, нужно было бы тогда с лейером делать грейд на люру, и был бы здесь овер, можно передропнуть. Или вот здесь загрузил Гидру, привез сюда, дропнулся, зашел на мейн, из фотонов нету, то просто печально. Но учитывая, что там мув в Гидре делается, это значит, что сейчас будет и рейнш еще. И просто это прессинг с гидроид, с мувом овером. Оверов против протса. Здесь уже дарки строятся, так что с оверами угадывает. Здесь, в принципе, зерк-тэк. Ну, тут же Корсар летает, харасит. Пилончиком контроля эти минералы, которые можно добыть. У нас протас, для чего? Для того, что он понимает, что забежать можно. Фатонки пошли. Плюс две фотонки, будет четыре. Еще один пилон, чтобы эти не обесточились. Пилон будет уничтожен, а он-то спереди стоит. Плюс здесь можно еще фотонок ставить с этого направления. Вот приходят гидра, но рейнш-то был первым. Это не то, чтобы ошибка для зерка, но с рейнджом гораздо больше бы дел на зерке сделать. Что я не понимаю, что он делает. Зашел по фотонку, огреб немножечко. Еще гидрал. Дарк выходит. Зерк, конечно же, дарка видит. Был бы рейнш, можно было беспрепятственно гейт вырубить. Паржу вот эту будет. в таких ситуациях. Раньше первым не делали. Пришел Дарк на третью. Так, уйдет Дарк от гидры? Пока не... Вроде ушел, кстати. Нужно даже больше ловить его, иначе Феникс сейчас Овера собьют. Вообще печально будет. Здесь зелки уже с чаржем. Правда, их пару штук убегают вперед. Еще одна фотоночка. Гейт можно и восстановить здесь. Литов 4, 5-й строится. Сейчас будут они все работать. Зелки, чарж, плюс архончик можно будет добавить Феникса. Грейды плюс 1 сейчас будет готово. У зерки грейды отсутствуют пока. Люра тоже не морфилоса. Точнее, грейд на люру не делался, насколько я понял, поэтому люры не будет. Здесь Дарк один сныка, но зерк понял, зерк был внимательнее. Сейчас понял, что где-то там Дарк. И дрались к 1 ошибке. Здесь вата подошел. Дарк его разрезал. У Маста 5 пробок стоит на второй бой, но это перебор уже. Капуска реплей глючит. Но реплей не глючит, насколько я понимаю. 79, 53, вот, наконец-то он направил эти пробки все добывать. еще один гейт строится, роба нужно. Еще один гейт строится, роба пока нет. Здесь зелки еще-то третий Нексус охраняют, вероятный третий Нексус, но его еще нету далеко. Гидра перелетает, нужно дропаться, иначе сейчас зелки побегут, развалятся у нас. Гидры достаточно много дропаются, зелки где-то запоздали вообще не понять где. Корсарами нужно провожать оверов, зелками врываться в гидру, что делает у нас масло. Зерк частью гидролистов Нексус атаковал, частью звуками дрался. Нужно контролить, контроля вообще у Зерка нету, хотя тяжело бы было, но все-таки демагин от гидролистов нужно выводить пытаться. Четыре садятся овера, минус овер. Провал полный операции для зерка вне ситуации. Зелки погнали гидру, а зелки с грейдом на скорость быстрее, чем гидра с грейдом на скорость гидра, поэтому можно догонять обычно, как это делали. просто на муве рядом бежал, и когда они уже далеко в гидру забегали, ты начинал как бы по принципу как тиран кайтит, только в атаку, да, а удар зелками, мув дальше, мув дальше, мув дальше, мув действительно много врывается, куда они врываются, на третью базу что ли? Нет, пришел нас вообще не врываться сейчас, гидры многовато, наверное, подумал он, ну, зерка хоть рабочих увеличилась немножечко, 63 на 88 пользу грудца, зерк отстает постоянно, так, шторм, наверное, делается, да? Нет энергии, емое, пилона нету на, какой фейл, нет пилончика на архивах темпларов, поэтому шторма у маста пока не будет, и это очень большой фейл, а куда пилон-то здесь делаешь? Я вижу пилон, но он, мне кажется, не будет доставать до сюда, хотя уже такие вот конкретные моменты рейнджи в первом старкрафте не помню, хоть термовики есть, шторма только нет, достанет, достал, нифига себе, да, я не чувствую рейнджа пилона в первом старкрафте, пилон достает, здесь фотонки добавляются, робо строит, робо готово, точнее, уже сейчас корсар летает, видит гидру, видит нескольких люров у нас маст, так, обсерватория нужна была, втором старкрафте, чтобы построить обсервера, нужно робо, первом же старкрафте, нужно еще здание для обсервера, чтобы построить обсервер, приходит люра гидра, копается у нас зерк, просто сам себя штурмом поливает, это вообще фейл будет сейчас жестко, но аккуратнее быть, энергии, вот сейчас, знаете, три люра закопаны так, что одним штурмом можно убить, а штурм 110 демоджер в первом старкрафте наносит, 125, там, сверху тоже штурмовички подходят, здесь, штурмы по гидре пошли, как-то фейли здесь, по-моему, маска маленькая, люра дальше проходит, энергии не хватает, сейчас хоть раз взлетел немножечко люру, а все же что, а все же строятся, сейчас скоро будет готов, но нет, скорее всего упадет, главное пробок слишком много не наперять, шторм по оверу пошел, по оверу это вообще ошибка, у лимит у тазерка больше сразу становится, проблемы просто, просто гигантские, есть еще дропчик на мейн, готовится, самое интересное, люра минусуется постепенно, один уходит, здесь штурмовик, вот здесь два люра можно их убить, просто, кропки, куда вы поехали, родимые, минус кропки, 60 на 85, люра еще забирается, овером улетает, здесь фениксы пытаются овером принимать, но гидра дропается с люрой вместе, попробую еще примить, все, фениксы минус, потомки сейчас будет минус, гг пишет, так, мастер проиграл, так, почему написано было, что выиграл, или мне показалось, наверное, мне показалось, вот, ребята, ссылочка на этот турнир на ликвипедии, кому интересно, первая неделя это была Старкрафта, завтра, ребят, репок еще скачаю и буду стримить завтра еще, прошла только первая неделя, то есть, каждую неделю будет брудвар, по вашим просьбам понял, что вам понравилось, завтра репщик подкачаю, после Старлиги приходите, а Старлига в 12, по-моему, начинается завтра, завтра будет стрим еще, в общем-то, на сегодня прощаюсь, потому что горло еще не поправилось у меня нужно долечиваться, спасибо за внимание, увидимся завтра, в следующем е, спрашивай, это «езлюзи» «езлюзи» смол да просто «езлюзи» не лов не «злюзи» не раз «езлюзи»